В этом году морозы держались относительно недолго, но многие водоемы области успели покрыться плотным слоем льда. Глядя на гладкую замерзшую поверхность, казалось, что жизнь на водоемах замерла до весны, а сама мысль о рыбной ловле просто абсурдна. Однако истинные ценители хорошей рыбалки, не дожидаясь очередного сезона открытой воды, готовили снасти. И если в морозы вероятность того, что лед подведет относительно небольшая, то сейчас с точностью наоборот. При сохранении той же толщины льда прочность его уменьшается наполовину, то есть об этом надо всегда помнить. Второй момент, о котором хотелось бы обратить внимание, это вот несчастный случай, который произошел в прошлые выходные, да, в Белозерске на Белом озере. Там как бы попали в промоенном жители Пружан. И почему я на это обращаю внимание? Потому что, как бы выходя на водоем незнакомый, надо быть предельно осторожным. Даже опытные рыбаки, отдавая свои заветные страсти, пренебрегают элементарными мерами безопасности. Что уже говорить о детях? Вторую группу риска составляют именно они. Ведь юных исследователей тонкий лед не пугает. Напротив, им интересно наблюдать за тем, как он ломается, что и приводит к несчастным случаям на воде. Дети находятся у воды, пытаются пробовать лед, насколько он держит их вес. Вот эти вот факты становятся предпосылками к трагическим последствиям. Несмотря на то, что до весны еще далеко и на многих водоемах области лед достаточно прочен, опасность может поджидать в самых неожиданных местах, особенно при такой неустойчивой температуре, как сейчас.